Сначала столб очищают от различных листовок и объявлений. Уже на готовый и чистый клеят экземпляры. Представители фирмы уверяют, там, где их защитное покрытие, несанкционированной рекламе не бывать. Мы сейчас в тестовом режиме нанесли свое покрытие, которое защищает столбы, и для образца нанесли объявление клеем ПВА, клеем карандаш, клеем силикатный и скотч. И мы хотим сказать, что вот данные расклейки, несанкционированные будут летать при дожде, ветре, снеге сами. Вот, можем показать, да, вот, они сами не приклеиваются. Оценивают новые технологии представители администрации. Именно по их инициативе приглашены члены управляющих компаний, многие из которых уже воспользовались услугами компании. К слову, покрыть один столб полимерным защитным слоем будет стоить 500 рублей. Зато срок годности целых три года. Очень согласен с этим, потому что сейчас в наше время много вот листовок покрывают столбы. И желаю, чтобы эти антиландальные покрытия установили по всему нашему городу. Когда начнется совместная работа, первыми от рекламного мусора планируют очистить центральные улицы города. В то же время в администрации просят и жителей тоже любить свой город. Сделаем наш город чище, приятным, чтобы не было вот этой несанкционированной рекламы, этих листовок, этих объявлений. Есть специальные афиши, тумбы, на которых нужно будет, можно будет расклеить свои объявления. К тому же за такую несанкционированную рекламу предусмотрены административные штрафы. Как на физических, так и на юридических лиц заплатить придется от 3 до 50 тысяч рублей. С начала года оштрафовано около 100 нарушителей. Дмитрий Гомбоев, Доржичий Допов, Новости дня.